Здравствуйте! Очень часто в информации, связанной с употреблением алкоголя, встречаются такие выражения, как большое количество алкоголя, слишком много алкоголя и тому подобное. Как правило, этим обычно изобилует информация о негативном влиянии на организм алкогольных напитков. Но давайте подумаем, а что такое много? Какое количество алкоголя можно назвать большим или даже чрезмерным? Ведь со стороны может показаться, что слишком много – это субъективное суждение. То, что врач рассматривает как слишком много, может быть в самый раз с точки зрения человека. В данном случае использование оценочного языка наверняка может вызвать защитную реакцию человека, который не считает вовсе себя сильно пьющим. Но вот все-таки поразмышлять над этими категориями нам всем, кому не чуждо хоть изредка проводить время в присутствии того или иного алкогольного напитка, точно стоит. Вряд ли вы найдете среди своих родных, друзей или знакомых тех, с кем хотели бы и могли поговорить об этом. А вот в кабинете медицинской профилактики в центре здоровья имеются специалисты, кто именно с вами, именно на тему ваших отношений с алкоголем, не навязывая своей точки зрения, не пытаясь научить и переучить жить, поговорит об этом, поможет разобраться в этом вопросе и принять, если потребуется, правильное решение относительно дальнейшего образа жизни. Кроме того, на приеме вы сможете проконтролировать уровень потребляемого вами алкоголя и соотнести его с состоянием своего здоровья, используя методику, которую вам предложат специалисты кабинета медицинской профилактики или центра здоровья. Именно с помощью нее можно научиться измерять употребление алкоголя для того, чтобы определить, не превышаются ли здесь разумные пределы употребления, и если да, то насколько. А задумались ли вы когда-нибудь, что алкоголь может усугублять симптомы, снижать эффективность медикаментозного лечения и даже увеличивать шансы преждевременной смерти, особенно если это сопровождается приемом лекарств, курением, недостаточным питанием, низкими физическими нагрузками и снижением сопротивляемости организма. Есть также много обстоятельств, когда алкоголь не следует употреблять совсем, например, при беременности, при управлении транспортными средствами, в детском возрасте, кстати говоря, нет согласованного возраста, с которого можно употреблять алкоголь в небольших количествах, во время выполнения определенных видов деятельности или эксплуатации машин, при наличии у людей определенных заболеваний или во время лечения, до или во время занятий определенными видами спорта, такими как плавание, катание на лыжах. Быть может, именно сейчас, когда вы ожидаете приема врача, который будет выслушивать, осматривать вас, сопровождать, лечить, выписывать лекарства, быть может, именно сейчас есть необходимость задуматься об этих обстоятельствах и поговорить о ваших отношениях с алкоголем в свете предстоящего лечения. Тогда вам точно есть смысл посетить в кабинет медицинской профилактики или ближайший центр здоровья, чтобы грамотные специалисты поговорили с вами обо всем этом профессионально, доходчиво, откровенно и торопясь.